Блядь, такой полудурок нахуй есть конченый, это просто пи***ь. Хотите я вам в истории расскажу кое-какую, блядь, про дебила? Короче, мы как-то раз сидели, стримили так же на Нуме. В чат пишет чувак, говорит, за сколько продашь фит, за сколько продашь фит, за сколько продашь фит. Я говорю, 50 тысяч. Он такой, окей. Он пишет, короче, Яши. Говорит, Мафа, ну, продает фит с собой, типа. Ну, я же говорю, типа, ну, скинь половину мне, ну, точнее, мне, Мафе. Он подтвердил, что ты ему скинул, я дам тебе его ТГ. Все, он мне кидает 25, я подтверждаю. Все, он скидывает, на следующий день он скидывает минуса. Я подтверждаю минус, типа, все, погнали. Начинаю писать текст. И в этот день, короче, мы пошли записывать, мы пошли записывать ролик «Давай жениться». То есть весь день я был на съемках, организовывал, и Вова видел. Вова не даст, какой я там за***ный был. Потому что я это все организовывал, потому что, ну, прописывал, объяснял, мы снимались. Типа, целый день, я ему не отвечал день. Ну что, допрыгался, щенок? Ребят, вы кого со своими скинами напугать хотите? Вы что, не слышали про новый режим на CS GO RAN? Режим кейс баттл уже на сайте. Вступай в равную битву с лучшими бойцами и покажи им, кто тот папа. Или сыграйте со своим другом и выясните уже, наконец, по кого больше ствол. Что теперь скажешь? Ребят, вы чего? Быстрее переходи по ссылке в закрепленном комментарии. И забирай халявный скин по промокоду. На следующий день мне Яша пишет. Типа, блин, он там что-то хочет вернуть, зайди, чек мне переписку. Я захожу, чекаю, и он вот такими полянами, на***ю мне ху**. Дианон мой, б***ь. Что? Ты сын микрозаймов, на***ю? Иди, бери микрозаймы, раз денег нет, б***ь. Я сижу вот так, думаю. Ах, ты ху**, а ты ох**аешь? Я думаю, ну ладно, с***. Я реально сижу, думаю, ну ладно, мразь. День, 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 чуваку не ответили. Я думаю, хорошо, с***. Я говорю, через две недели увидишь свои деньги. Он начал в***аться. Б***ь, ты в тюрьму попадешь, я заявление напишу. Такими полянами начал мне расписывать. Я говорю, хорошо, хорошо. Но деньги только 12-го. Все, 12-го июля, сегодня. Проходит все это время. Сегодня он мне знак вопроса присылает. Я говорю, давай, номер телефона, я тебе по СБПА. Знаете, в чем прикол? Две недели назад кто-то неизвестный, вот после нашей с ним переписки, где он говорил, все, нет, сегодня или никак, мне звонят Стинькова, говорят, здравствуйте, неизвестный, нашел вашу карту и заблокировал. Представляться не стал. У меня карта в блок улетела. После переписки с ним, когда я сказал, что только 12-го. Я такой, ладно, ничего писать ему не буду, п***й. Ну, раз он так хочет, значит, 12-го числа я просто скину ему 500 рублей, потому что, ну, он мне, ну, карточка, я не знаю кто, я не говорю, что это он. Но карточка заблокирована, все деньги там. А на Юмане у меня, к сожалению, всего 500 рублей. Ну, и раз в месяц так получилось, что она только на 500 рублей выполняется. А вот так вот, ну, не знаю, вот только так вот у меня. Я сегодня ему скидываю 500 рублей. А, я говорю, скинь СБП, я тебе по номеру телефона отправлю, потому что какой-то неизвестный заблокировал мне мою карту. А если что, он по номеру карты мне приводил, ну, ладно, может и не он. Так совпало. Я ему пишу, он говорит, я тебе номер свой не дам, ты какую-то хуйню сделаешь. Я говорю, так что ты переживаешь, ты же ничего не делал, почему я должен сделать какую-то хуйню? Просто дай номер. Он дает номер левый какой-то, короче, я твоя 500 рублей кидаю. Он говорит, скидай чек. Я говорю, слушай, не грузится чек, ну, твоя же карта. Ты же свой номер телефон дал. Ну, посмотри. Он начинает мне писать, скидывать видосы про, б***ь. Вот, научись, как в тюрьме жить, б***ь, прочую хуйню, типа, б***ь, какие-то гайды, б***ь, для новичков в тюрьме, какое-то заявление, б***ь, там, от 26, 29 июня, уже 12 июля. Я такой, я ему скидываю гиф... Я ему такую гифку скидываю. Ну, он матерится, короче, разумеется, там, нервничает. А Леня будет играть? Я ему скидываю такую гифку. Представь, ты хэкишь меня за что-то там, а я просто стою вот так, твоя реакция. Он, б***ь, начинает писать. Б***ь! Сейчас, 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 сейчас. Давай, давай, а, давай на твою маму на сэфах сыграем, или, б***ь, давай лучше по-другому, давай, я приеду и тебе ебало набью, я тоже с Питера. Я сижу, думаю, еб твою мать, чувачок, нахуй, б***ь, ну, реально, ну... Ну, короче, если ты тут или услышишь эту информацию, дружище, смотри, какой-то неизвестный, повторюсь, заблокировал мне карту, позвонил, анонимно заблокировал карту по номеру, ее якобы нашел. Так вот, карта заблокирована, пока нет времени, реально, сейчас в Брест уезжаю, потом съемки, у меня концерты там, б***ь, ну, понял, да, типа, вот эта медийная жизнь, я сын микрозаймов, деньги у меня пополняются только на Юмане по 500 рублей, вот твои 50 тысяч рублей, я тебе буду по 500 рублей в месяц скидывать, вот считай, сколько месяцев ты будешь дать тебе 500 рублей, ну, 50 тысяч, деньги я верну, не отказываюсь, ну, вот так получилось, что на Юмане больше 500 не приходят, кайфуй. Ну, вообще, да, я ваху из Тинькова, что, б***ь, типа, любой, кто знает номер твоей карты, может позвонить просто, б***ь, в Тиньков, сказать, что он нашел ее на улице и по твоей карте, ее на, б***ь, откидывают. А нельзя, не надо говорить, б***ь, или имя. Ну, б***ь, СВЦ-то ладно, но, б***ь, знаешь, типа, многие же там стримеры даже, б***ь, типа, ну, указывают свой номер карты, просто номер карты, без даты, просто, типа, ну, вот, Тиньков даже не спросил, ну, дату карты, он просто по номеру карты, Тиньков взял, лохнул на, б***ь, карту. Я, причем, когда мне звонит эта операторша, я говорю, а у вас все с головой нормально? А вы спросили хоть дату карты, что-то? Спросили данные какие-то? Знаете что, мы не спросили единственное, как зовут, но он и сам не представлялся, я думаю, ёптвою мать, Тиньков. Ну, это реально, это не Тиньков, это Т-банк. Титьков. Титьков, да, это вообще супер. Это типсит, который, б***ь, 500 рублей будет получать, реально, б***ь, цукан, на протяжении 5 лет, он, б***ь, не твой, не твой, не твой, назовление, давай просто встретимся, тебе, б***ь, набью я тоже с Питера, б***ь, это звучит реально, типа, ну, гоу, б***ь, цукан. Б***ь, один чувак написал, короче, в директ. В инсте, мол, б***ь, обожаю шпану, давно тебя смотрю, б***ь, я вот такой-то метр, там, 90 на 78 килограмм, б***ь, отвечаю, типа, дай мне шанс, я тебя финиширую, б***ь, вообще, я обожаю ваш контент, типа, давай, ну, пожалуйста, прошу, давай встретимся, дай мне шанс, я 100% тебя финиширую. Я сижу, думаю, б***ь, ну, да, 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 да. Хуйные, подписчики, апреки, реально, вот так вот будут. Я сижу, я сижу, я сижу, а что нет-то, б***ь? Типа, типа, уверен, что он меня финиширует, в эпоху, пойду, он же, типа, ну, поддерживает мой контент. Пойду, получу п***дет подписчикам. Если бы он деньги хотя бы предложил, по 200 тысяч бой. А так, просто, б***ь, бой с подписчиками просто, думаю, не зайдет. Хотя у вас хабата мая возошел, хайпанул. Ха-ха-ха.